ребята всем привет сегодня у нас на обзоре белый джимбим разница между черным и белым джимбим джимбим black имеет больше темной сладости лакриции яблочной фруктовости чем джимбим white который тоньше и более зернистый получается здесь будет больше зерна более такой выраженной зернистость будет солод кукуруза почему решил взять джимбим белый ну вот мне нравится бурбоны бурбоны мне нравится хочу еще фрозы с как-то я не сталкивался попробовать окрасный бурбом я пробовал но вот фрозы и хочу сравнить джимбим классический вот этот и форозы с классический джимбима много разного релизов а дело в том что фрозы стан 4 кажется 4 релиза и они идут стандартный начальный получается ну самый меньше выдержанный самый простой считается и потом релизы там уже переваливают выше 1000 гривен само собой и получается они уже более такие выраженный вкус лучше ну те релизы не знаю вряд ли может быть позже когда-нибудь сниму но пока пока я вот хочу попробовать белого джимбима классический бурбон можно так сказать классический за того что он сама больше от сама выражена у него бурбонная такая составляющая именно с такими вот этими рассольными помидорными тонами вот это такого вяленого томата бочка вот это кукуруза попкорн вот и я хочу сравнить форозы с ним потому что он более такой не такое им как сказать вот это меньше раз соло этого меньше лака красочного вот этого такого ну так скажем вкус и ладно ребята сейчас налью и почти википедию посмотрю еще так почитаем за него в общем давайте шо на бутылке на бутылке лазерная гравировка номер все партия все четко все без подделки склад приготовлено вода кукурузенный спирт вниз спирту 40 обороте в 0 7 объем дата выробництва розлова 4 24 просили говорить дата когда разлита заразные напитки выродных джимбим бренд кентукки сша раз начальник бим санторий дистрибьюшн испания вот так вот ребята ну будем пробовать будем пробовать бурбон можно сказать мой любимый напиток с таких дистиллятов именно от больше виски мне даже нравится так пожалуй даже больше ну виски это это виски я имею ввиду классический виски шоу без кукурузы что сделаны вот все таки у нас кукурузой бурбон вообще бурбон называется округ бурбон там какой-то кажется когда-то я читал есть в кентукки кентукки или ну в америке короче там в тех местах и вот названа в честь получается этого округа и не в честь а точнее там производилась ладно ребята давай начала начали бурбонь делать туда приезжали этим такого переселенцы с ирландии кажется я что-то такое вспоминаю смотрите что за него интересно этот получается релиз ну точнее бренд бренд появился 225 лет назад ему уже понесло зерновыми прямо с такого расстояния так она не видно как бокал насколько далеко от места и бокал так удаленно но уже интересные ребята нотки еще интересно ребята так буду читать такое что самое интересное название бренда джейм бим появилась в 1943 году в честь джеймса бима который восстановил бизнес после окончания сухого закона ранее так после сухого ранее бренд производился семьей бим а затем принадлежал холдингу фортуна брендс в 2014 году был приобретен компанией санторий под маркой джейм бим продается несколько сортов бурбона и виски а также некоторые другие алкогольные напитки смотрите вот что интересно какая история вот сколько поколений поменялось именно наследников которые владели выпускали этот бурбон из семьи бим над вкусом бурбона джем бим работала семь поколений дистиллеров вы представьте семь поколений получается ну так вот прочитаю чтобы вы поняли что все бимы получается были вот джейкоб бим 1760 1834 дэвид бим 1802 1854 дэвид м бим потом джеймс б бим джеймс бим букер ноэ это тоже уже про правнук какой-то и фред на и 50 57 29 предыдущий главный мастер дистиллер джерри дэлтон занимавшись должность 98 2007 годах был первым главным виноделом не из семи бимов его преемником стал фред на и правнук джима бима вот и представьте ребята сколько этому напитку я же говорю сколько вот всем поколений и продерживались рецепта вот аутентичного тут много написано но читать надо пробовать до бурбон ребята есть бурбон эти нотки легкая спиртуозность ну можно сказать бы было бы еще хорошо если бы легче но до насыщенность хотелось бы пшире такое ну естественная цена ребята который шире есть выжимка прям с бочки технологию они придумали вытягивать с бочки именно когда слита уже дистиллят слитый с бочки остается в самом дереве вот это в трещинах где вот это дерево горело вытягивать придумали еще чтобы насытить добавлять вкус но там много много релизов я же говорю вот даже тут написано в википедию сами если заинтересовались бимом вот ну понятно это считается стандартный такой бренд самый типа простой доступный считается ну средне доступный смотря по достатку естественно кому-то он вообще очень доступный кому-то кто-то вообще его редко когда берет на какие-то праздники большие там туда ребята зерно легкий такой сладость такая медовость ванильность вот хочу я сравнить его все таки с фороза посмотреть насколько неплохой бурбон фороза с тоже считается более более выше классом ну как сказать по скидкам они где-то приближаются могут приблизиться когда раз на разные релизы скидки но считается выше классом да конечно варят терки 101 мне кажется будет там ржи побольше не там есть ржи побольше не даже купажист за это говорил я как-то читал что там повышена ржаная составляющая и вот это рожь тут слышно вот вот эти тона вот это рассольность легкая вяленый помидор вяленый томат переплетается с такими сладкими нотами крема такого да я же говорю насколько вот даже первый релиз и насколько вот он неплох можно так сказать потому что бурбон я говорю мне нравится может для меня неплохо некоторым нравятся виски больше там вина но мне вот как-то я с ним и не сталкивался виски я много брал раньше а вот бурбон я не брал что-то ну так вот получилось а потом думаю возьму я бурбон попробую и вот он мне так понравился да ребята если ему подышать постоять дать вот это спирты эти как говорят легкая легкий ацетон там я не скажу что легкий ацетон тут тут ну просто спиртовая такая чуть пока колючеватая схож с джек дэниелсом не такой может быть насыщенный просто семеркой джеком да есть она проскакивает но виски что то что тут у которой теннисийский считается виски а него так характеризует давайте будем пробовать уже да такой раскат аромата живут это ржаного зерна но спиртуозная составляющая на этом фоне такая жестковатенькая естественно первый налив только открыта бутылка белый неплохой тоже черный тогда пробовал белый тоже неплох может там фруктовая составляющая может быть вот это и пара соль на стиле вяленый помидор вот ну вот я характеризую так вот запах некоторые в комментариях люди писали даже действительно вот закусывали вялеными помидорами итальянский вот это есть вы знаете многие залиты маслом есть даже также у сушеные вот пронюхайтесь и запах вы уловите вот среди вот этой сладости вот этой ржи легкой такой со сладким переплетающимся каким кремовыми выпечкой такое карамельностью сахара вообще не слышно и сахар кстати ребята сахар не добавляется вот в рецепт я читал в сахар не входит сырье для производства бурбона джимбим используется смесь кукурузы солоная ячмень ржи кукуруза круж при высокой температуре получение масса варится тщательно ферменты ячменя расщепляется весь крахмал кукурузы и ржи на сахар это сладкая вода является основой для производства бурбона сахар не входит в рецепт вот все получается без сахара он уже осолаживается получается кукурузой когда ферментируется ребята ну классный запах шо говорить бурбон есть бурбон офигенная штука кто его любит кто понимает естественно хочется и дымный виски вот мне же варют это с виски больше это айловские то нам нравятся вот эти дымные джонни уокер такой вот это вот начальный такой дымок но можно сказать такой с дымом более как сказать бездымный мне не очень нравится а вот именно торф там дым такой интереснее кстати вот же закуска стоит грецкий орех не решил вот грецким орехом закусить я думаю это вполне вполне интересного грецкий орех хорошо подходит не хуже миндаля пожалуй самая нормальная закуска под бурбон это орехи я имею ввиду за то что жирная составляющая есть он насыщенный это как полноценная закуска и которая не перебивает сильно вкусном как говорят из мясом под мясо бурбон но бурбон под мясо ребят как-то она не сочетается если тем более нормальный бурбон который соло пить у так без ничего естественно этот джимбин это как сказать для общего доступного пользования так сказать приобретение покупать его что доступные самые первые первые релизы это черные белые идут и потом пошли разные же варю там мы не дабыл баррель кажется еще что-то двойная бочка я же говорю много разных там и ликеры кстати редстаг вот охота мне попробовать еще редстаг джимбин но говорят дело в том что редстаг сейчас 30 с чем-то спирт спиртовая составляющая не помню че 31 че 30 ну короче вы поняли оригинальный редстаг 40 должен быть и вот непонятно говорят что и по это в какой-то стране че в испании кстати делается че-то что он ну не такой не похож не настолько вот там вишневый кажется ликер или что-то добавляется в бурбон и он не такой насыщенный но не такой вкус кто пробовал настоящий американский этот редстаг 40 градусов вот кстати вы определить можете если вот не 40 градусов редстаг если где-то вы нашли там дьюти фри или еще что-то такие магазины что за границы привозят на продажу то вот определить легко 40 градусные там с америки именно редстаг что я еще хотел попробовать сравнить как многие любят его и пьют с рокса как говорится бурбон предназначен для рокса от дегустационный отрок сейчас ребята мы наливаем одинаково ну я имею ввиду не одинаково в одно время и туда и туда ничего не не дышала до этого не стояла это я выпил сейчас мы попробуем на вкус и вот сейчас мне интересно ароматику сравнить и вот вам сказать кто любители роксов и постоянно вот бурбон говорят в рокси надо в рокси в рокси вот сейчас мы оценим аромат классные классные ребята бурбон хоть и самый такой нужно сказать доступный ну шо брызнула рокс широкий большой тут колотить не так получается видите когда тюльпанчиком она закрыта не брызги ничего не вылетает а так вы вот кстати в рокси уже минус вы не покрутите не насытить и кислородом спирты не избавите от спиртов вот этого всевужности да по стенкам так он стекает кстати не быстро ребята хотя это я же говорю самый начальный релиз среди джимбима ребят ну что сказать меньше половины от дегустационного ароматика вот чтоб вы понимали кто с рокса будет пить из обзор посмотрит скажут одежь все эти ароматы не ни хрена не слышно ничего нет это вообще поверхностная поверхностная рожь такой-то где-то далеко-далеко бурбон совсем другая картина даже не в половину в три раза больше аромат в 3 это вообще класс здесь же это почти нейтрально почти не слышно давайте попробуем на вкус срокса из дегустационного и сразу ароматику вдыхая ребят ну что я скажу мне кажется срокса но вот пьется как-то но удобней само собой шун открытий больше не так загнутый шире ароматики нет точнее она то есть ну я имею ввиду по сравнению с дегустационным это считай что нет удобно только пьется вот кстати вкус тоже прочувствуется хорошо что интересно ребят что я вот заметил удивился аж срокса и удобней пьется из-за более широкого но опять смотря какой рокс это у меня джонни уокер более широкого вот этого раскрытия более удобней пьется и мне кажется даже вкус такой как поле огущие чуть слаше лучше интересно не так вот ароматика перебивает получается можно сказать нейтральный делает но опять же тут выбирать или вам больше аромат или вам больше не то что вкус опять здесь вкус бурбор класс не знаю тут такой вот как более даже гуще как чувствуется когда вы пьете с более широкого стекла и опять дно рокса еще надо не забывать под хала жует напиток потому что толстое дно интересно пьется но ароматики не хватает вот так я вам скажу а так в принципе я же говорю срокса пьется интересно но опять же же ароматики нет вкус ну так мне кажется все таки вкус вот так я скажу вкусней типа пить и удобней срокса но ароматней аромат неинтересней открывается запах в дегустационному так я не скажу я удивился даже вот за рокс ребята кстати да он так вот ароматика естественно я и знаю что она садится но за счет толстого дна тем более если у вас рокс и постояли в холодильнике охлажденные хорошо это считать что стекло играет роль если вы опять же шни рок за рок сам будете наливать там в компании или где-то я имею ввиду что а вот так вот налили 30 миллилитров там и попить просто вот реально внизу у вас кусок льда стеклянного замерзнет нахолодиться не надо не надо будет разбавлять льдом напиток чтоб не терял аромат тут даже я же говорю если добавить каплю воды каплю воды если добавить мне кажется все таки аромат просядет может спиртуозность уйдет но ребята я же говорю вот даже вот вайл чёрки теперь вот когда вот эта резкость вышла джек дэниелс нот я же говорю схожесть у них есть я не говорю что понятно это самый простой релиз с линейки джима бима но за что я говорю что не зря эти люди семь поколений своего рода сколько вот они вложили в этот завод вложили в этот рецепт чтоб развить такой вкус напитка мне тоже не так все просто уже вы понимаете сколько лет это прошло и сколько людей поменялось я же говорю не так она появилась как там за неделю что-то че и за месяц появилась что-то уже типа классная тут уже опыт такого не может быть быстро ничего не получается я же говорю жизнь у нас не такая длинная чтобы дойти до чего-то уникального нужно время так что естественно сейчас может она уже делаться за счет экономических каких-то экономии можно так сказать стран что пытаются удешевить все и чтоб была прибыль повышенная раньше такого не было ребята где-то я же говорю в тех еще годах вот это наверное где-то были послевоенные восьмидесятые может быть семидесятые шестидесятые вы сами посмотрите как вот страны в то время были развивались европа вообще которая я же говорю америка тем более вот на то время сами посмотрите какие там машины были какие сейчас производят и ну уровень я же говорю сейчас все упало все упадок во всем происходит и вот так же шесть напитками естественно в то время если купить у коллекционеров бутылочку того времени вот где-то шестидесятых годов джимбин я думаю это будет шо-то по сравнению с новым шоу сейчас производится что ребята попробуем давайте еще сделаем как мы всегда делаем бурбон колу виски колу можно так сказать бурбона бурбон и кола это тоже хорошая вещь кстати у них в линейке есть в баночках уже не знаю 330 кажется уже готового в определенных их них пропорциях разведено именно виски и кола именно американская вот так вот там все-таки и кола и доси вот кто пробовал говорили намного превосходит ну и наши продают вкусовые характеристики качество не падает как было так и остается ну и сделаем ребят почти классическую давайте чуть-чуть меньше чтобы ароматику прочувствовать не знаю как я же говорю насчет от форозес говорят даже его девушкам нравится она насколько этот бурбон не знаю насчет джима бима кому как нравится если что пишите кому нравится больше джим бим или ну опять же вот эти релизы или форозес вот я буду тоже обзор снимать и вот зашло говорю что мягкий он считается форозес а джим бим я взял вот именно близко сравнить и вот сразу насколько разница есть вот таком можно сказать классический долговечного сколько ему уже 225 лет бурбона тому тоже бурбону времени я как-то за него глубоко не изучал не читал какой вот это уже когда я возьму тогда как-то я более за него выяснил и вот я же говорю что мягкость более вроде бы как в том больше я же говорю что даже его девушки покупать не знаю насколько джим бим покупают если что девушки тоже пишите как вы как вам джим бим и естественно ром кола я понимаю что многие скорее всего разбавляют делают ой ром колу говорю уже захворился виски кола бурбон кола ром ром потому что ром часто снимают уже обзоры ром кола классная вещь интересный ароматика не теряется вот эта бурбонная нотка класса выдержка не меньше четырех лет джим бим американский дуб бочки да ребят вполне неплох многие хаят многие говорят типа о джим бим это самый такой начальный самый хреновый типа не то что даже начальный хреновый но считается джим бим шоу масс-маркет тут это все везде его продается он ну как же и джек дэниелс не забывай мы тоже многим нравится опять же ну я считаю что это пожалуй классический можно сказать бурбон с выраженным с выраженными нотками бурбонными вот этими вот такой был ребят обзор пишите комментарии ставьте там лайки ну на ваше усмотрение нравится нравится все ребят тут был такой обзор всем счастливо и Продолжение следует...